Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот, ребята, первый жерех Минут, наверное, прошло 10 Два раза брал, потом пропал Вот опять появился Вот такой, ребята, наверное, килограмма два с половиной Вот такой красивый Здорово, пацаны! Ребят, ну мы этого отпустим Но сегодня я рыбку буду брать Два-три хвостика, наверное, возьму Потому что сказали, чтобы я рыбу принес Ну, а этого мы отпустим Пусть бежит Ну что, ребята, начало положено Сработала пака 14 грамм в таком цвете Вот Ну что, продолжаем А вот еще один Тоже достойный экземпляр Вот Продолжение следует... 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 Посмотрим У нас стикер, ребята, никто не захотел Поставил вот такой вот пака Поменьше Но в таком зеленом цвете Ну сейчас попробуем Ну вот, ребята, минут 10 посидел И вот сейчас был хороший всплеск Сейчас посмотрим Так, мило Вот, ребята, не было поклевок Но что-то мне кажется, это не жерех Поставил стик Вот, это что-то кто-то клюнул Сейчас поглядем Что это такое? А-а-а Маленький же решевочек Особое сопротивление даже не чувствовал Хулиганчик такой маленький Ребята, вообще вот такой вот Маленький такой Братан, спасибо А то я что-то вообще уже уныл Унывать стал, блин Разбойничек Взял на стик Давай, братан, спасибо Иди Так, что это ты? А, ты что это? А, во-во-во, давай-давай-давай Так, ну сейчас еще раз Ой Еще раз попробуем Что-то как-то вот стихло Ну вчера так же было То есть была-была такая активность Потом Как-то все затихло И Нет, нет там С какими-то перерывами Рыбка поклевала Поставил, ребят Воблер 110-й Ну что-то мне кажется Это вроде рыба Вроде такой ударчик был Ха-ха-ха А, ребятки Да это судакевич Ха-ха-ха Это судакевич Судачка возьмем Просили Просили судачка Ой, братан А я думаю Что такое вроде ударчик Такой дынь Вроде тут сидит И повис Вот такой судачок Вот взял на такой воблерочек Ну возьму, ребят Рыбку возьму Мама мне вчера говорит Ты что, говорит Все рыбу отпускаешь Мне, говорит, надо И домой запасы И подруг угостить Судака, говорит, давай Я говорю, ладно, мам Пронесу рыбы Вот А то ругаться будете на меня Так Тихо-тихо-тихо Давай-давай Иди Она вообще теплая-теплая, ребят Ну ладно Сейчас еще на воблерочек Покидаю Вот, ребята А это следом Это что такое Тоже судак Это он, по-моему, подбагаренный Ну такой Двойной такой ударчик был Ну да, это он Идет как неживой Вообще милое дело Судака так потягать Ну да Тоже судак Вообще супер Ну примерно один и тот же размер А нет, покрупнее И тут покрупнее О, ребят, смотрите, какой судак Тихо, брат, ты куда? Ну-ка, встадет, встадет Ух, паренек Так Еще один Класс О, это же покрупнее, ребят Смотрите, какой Такой нам по килограмм Давай, братан Угу Вообще болеет В удовольствие так судака потягать Так, братан Ну-ка, давай Давай-давай-давай К другу своему Давай Опа Опа Отлично Отлично Блин, все у меня Окатило, блин Камеру заляпал Так, ладно, будем сейчас продолжать О, ребят, что-то Хорошее вжарил На воблер На воблер Пока не пойму, что это Щука, что ли Или хороший судак, ребят Ух ты О, ребят, да это судачина Да хороший Поставил риджа В таком кислотном цвете О, ребят, да это судак Хороший Жерех молчит Вот судак А судак берет Ловлю судака Фу, ребят, хороший судак И все вот в этом месте Причем воблер 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 Разный ставил 110-е Не 110-е Слушайте, ну хороший судак, ребят Хороший, достойный вообще О, висит, правда, ребят На честном слове Придавил О, ребят, нифига себе Да, это такую, наверное, подушку Смотрите Фига себе, блин Взял вот на риджо Фу, вообще, блин Мамка будет довольна Фу, вообще, достойный судак, ребят Ребят, ну посмотрите Донской судачин Ну такой, наверное, двундель Может, даже побольше Хо-хо-хо Отлично, блин Причем воблеры разные ставил 110-е И в кислоту И не в кислоту Там, думаю, да, риджо поставлю Точно Ставлю На, блин, такой удар Придавил Давай, братан К родне своей Вот так вот Отлично А жирик, ребят, молчит То есть, если взять вчерашний день То есть, нет-нет, были всплески Но сегодня ветра нет вообще Полный штиль Полный штиль Вчера вот ветерок Волна туда-сюда Вот, мне кажется Как-то это повлияло А там, кто его знает Может, еще что-то на что-то влияет Ну, подожду, подожду Подожду Ладно, мы сейчас еще попробуем судачину поймать Класс вообще Так, ну что, ребят Что-то как-то это Жериха не видать Тишина Тишина То есть, вчера была одна картина Сегодня картина другая Ладно, ребят Значит, вчера еще, да Обещал вам рассказать Про проводки Какие я использую на Жериха Да, в принципе, их используют многие Но буду делиться Исходя из своего опыта Итак, проводка номер один В чем суть проводки? И какие приманки под нее подходят? Значит, допустим Под проводку Данную, которую сейчас буду показывать Используются в основном Приманки пилькерообразные То есть, допустим Узкодлинная приманка Которая легко выходит наверх Суть проводки Делаете заброс И максимально начинаете выкручивать катушкой Суть, чтобы приманка вышла наверх И начала шлепать по воде Шлепает, перемещается она вот так Можно делать паузы И опять поднимать Но уже будет немножечко тяжелее Потому что все-таки Ну, все зависит от того Насколько вы далеко бросаете Вот Вот сейчас покажу примерно Как это работает Сделайте заброс Только приземлился пилькер Или там ваша приманка Сразу начинаете крутить вверх Вот приманка вышла по воде И шлепает Вот она шлепает Там прыгает Что-то еще там Можно давать паузу Опять ее поднимать То есть Жерик бывает На такие приманки Очень На такую проводку Очень реагирует Потому что Все-таки рыба азартная Он любит вот эти поверхностные Всякие шлепки Там Когда там Приманка шлепает Или ускоряется от него Вот То есть Это вот первая Первая проводка Ребят Буду иногда путаться Да Потому что Немножечко волнуюсь Вам рассказываю Вот Сейчас буду показывать дальше Допустим Сейчас буду показывать проводку В принципе она основная проводка Для ловли жереха Так Возьмем Ну Давайте возьмем пака Вы наверное заметили Ребята То что ловлю В основном На блесна От компании Pantone 21 Которая называется Пака Блесна тоже Такая вытянутая Она такая Узко-длинной формы Чем хороша? Летит хорошо Очень держит Хорошо горизонт Игра у нее такая Она такая Велючая Не как у колебалки Если допустим Быстро ее вести Она даже так Немного подкручивается То есть создает Такие дополнительные Колебания в воде Вот Если чуть такая Поменьше проводочка Так скажем Средняя То она там Хорошо играет Хорошо осыпается Вот Итак Забрасывайте приманку Только приземлилась Можно делать паузы По горизонтам искать Можно делать проводку сразу Можно делать Как бы Быстрых Там 5-6 7 оборотов Пауза От Глубины Зависит Какую вы паузу Можете делать Если вы ловите на мельке То там пауза 1-2 секунды Если вы ловите Где-то на глубинах Там 3-4 метра То есть Паузы можно делать Дольше Там 4-5 секунд 3 секунды То есть Вот так вот О Где-то Жерих сыграл Ага А вот Ребят Появился Жерих Вот мы сейчас На нем Попробуем Проводочку Это еще раз То есть Делайте заброс Можно сделать паузу Можно нет И делайте 1-2-3-4-5 Пауза 1-2-3-4 Пауза 1-2-3-4-5 Пауза Можно делать Быструю проводку Можно делать Среднюю проводку Так Это Так скажем Вторая проводка Теперь дальше Ребят Сейчас я вымотаю Следующая проводка Делаем заброс Все Сделали заброс Начинаем мотать Мотаем И делаем сбросы В обратную сторону Также Можно делать Также Быструю проводку Можно делать Среднюю проводку И делать сбросы 2-3-4 оборота Сброс Сброс То есть Вы постоянно Сбрасываете Приманку Жерих На это Очень хорошо Реагирует Когда есть Так скажем Как это правильно Сказать Сбои Приманки То есть Ваша приманка Она идет Там играет Раз Какой-то Сбой У нее идет То есть Жерих На это Кидается Очень хорошо Дальше Следующая Как бы Проводка Скажем так Четвертая Также Забросили Крутите И делаете Сброс Не туда А делаете На себя Твич Там 2-3 рывка Можно делать Паузу Крутим дальше Можно быстро Крутить Можно средний Крутить Крутим Опять Раз Два рывка Можно Три рывка Добавлять То есть Тоже Какие-то Определенные Сбои Происходят В воде Вот Это еще Одна Проводка Ну и Наверное Наверное Вот Пятая Проводка Это какая Четвертая Была Ну не суть Ребят Там Четвертая Или пятая В принципе Это равномерка Но равномерка Она тоже такая Можно чуть быстрее Ослабевать Добавлять Покачивание То есть Тоже все Вот лично я Где-то что-то я так же смотрю И всему учусь Ребят Сказать что я прям такой специалист По жереху По проводкам Нет ребят Я так же всегда обучаюсь Чему-то Где-то что-то смотрю Где-то что-то познаю Какие проводки Какие там Приманки То есть Все по-разному Так что Если у вас Ребят Есть Какие-то проводки Там на жереха Да И как бы Вы к ним пришли И они действительно У вас ловят И вы ими довольны То есть Напишите мне Я тоже буду только рад Пообщаться с вами Вот Ну и Вот наверное Тоже основная проводка На принципе Равномерка Просто крутите Можете делать ускорение Или опять там Паузу давать Ну в основном Это равномерка Можно такие вот Покачивания давать То есть Экспериментировать надо Постоянно надо Экспериментировать Но вот Какие я показал Основные проводки И вот Я использую Эти проводки Но В основном У меня вот работает Проводка Это когда вот Забрасываешь Сделаешь заброс Вот там 5-6 оборотов Пауза Там 3-4 оборота То есть Всегда по-разному Надо зависеть Тоже зависит от того Что смотреть Бывает жерех Очень активный Он кидается на все Особенно там Котловой Когда жерех А бывает Вот нифига Ему кидаешь Кидаешь И такие проводки Сяки То есть Надо все подбирать Цвет Приманки То есть Вот сегодня Допустим В основном Все Все были Поимки жереха У меня были Вот на такой цвет С чем это связано Вчера Этот цвет Я вот не помню По-моему Что-то я поймал Но в основном Я менял цвета Так что так Ну и есть еще Наверное Еще одна проводка Также под жереха Также используется Блесна Это Когда вы делаете Заброс Вот у вас Приземлилась Приманка В воду И в принципе Она Можно сказать Как ступенчатая проводка То есть Вы делаете Два Три Четыре Там Оп Пауза То есть В принципе Как будто Вы ловите джигом Но у вас Стоит блесна Вы видели Я вот на стик Так ловлю То есть Покачивание Пауза Покачивание Пауза Бывает На такую проводку Тоже берешь Так что Вот так Братцы Примерно Как смог Так объяснил Показал На какие Приманки Ловлю Но в основном У меня все Вот у меня Очень много Блесен Вот компания Именно Пантон 21 Это пака Вот Всякие Пильки Рочки Мне вот Очень нравится Я вот Ловлю на пильки Это От русской Блесны Называется Скиф Она Вот приманка Это Сейчас покажу В принципе Я вот с нее Начинал Вот Вот РБ Русская Блесна Вот эта Приманка Называется Скиф Она Вольфрамовая Весит На 10 Грамм Ребята Игра У нее Тоже Такая Со Сбоями Там При Бысой Проводке Или при Паузах Хорошо Осыпается То есть Запомните Ребята Русская Блесна Называется Скиф Вот Летит Вообще Просто Пуля Снаряд Летит Вообще И на Поверхность Она Выходит Очень Хорошо И вот Когда Твич Сбросы То есть Она Очень Хорошо Осыпается Интересная Интересный Пилькер Это Больше Пилькер Так что Так Братцы Всякие Разные У меня Есть Пилькеры От Матома Есть Такие Длинные Формы В основном У меня Пака Всякие Блесенки Я Ловлю В основном На такие В которые Приманки Больше Я верю Я на них Ловлю Так что Так Братцы Время Идет Жаришка Так дает О себе Знать Ну Что-то Вот Жерих Пропал Вот Сейчас Кстати Был Сплеск Кидал Кидал Вот Когда Провод Кидел Ничего Может Сейчас Поставлю Стик Попробую На стик Так что Так Мы еще На рыбалочке Продолжаем О Ну Что Друзья Решила Заканчивать Сегодняшней Рыбалочкой Время Уже Десять Уже На сенцепеке Стоять Но Не вариант Вот Ну Что Вообще Все Стикло Жериха Нигде Не Видать Кидал И то И сё И потом На воблеры Судака Попробую Половить Но Тишина Ну Итог Вот Сколько Сколько Вот Ребят Нехороший Судак Один Так Два Плюс Там Другие Там Под Килограммчик Жерих Там Хороший Ну Так Вот Слушайте Ну Килограмм Наверное Семь Восемь Рыбы Есть Может быть Даже Может быть Даже Побольше Так что Так Ребят Ну Будем Ждать Завтрашнего Дня По-любому Завтра Я еще Здесь Один День Потом Еду В Волгоград В выходные Туда Сюда Приезжаю Обратно Скорее Сего Буду Здесь С понедельника И По Наверное Пятницу Наверное Буду Еще Ну В общем Еще Там Три Четыре Дня Будет Завтра Возьму С собой Новый Мотор Надо Будет Мотор Обкатать Чтоб Со Следующей Недели С дядьки Мы Могли Спокойно Плавать Так что Так Ребят Ну А Сейчас Сейчас Домой И в Басик Погнали Басик Ребята Это Вещь Вообще Вообще Может Сказать Ветра Нет Сегодня По-моему Обещают Тридцать Девять Че-то Такое Поплавок Шупит Блин Вообще Класс Басик Вообще Супер Ребят Посмотрим Сколько Показывает Поплавок Все Сразу Вообще Усталость Все Сразу Моментально Куда-то Уходит Вчера Вечером Купались Было Тридцать Тридцать Один Что За день Там Нагрелся Ребят Уже Ну Почти Почти Тридцать Градусов К вечеру Там Водичка Еще Нагреется Но Сам Там Фильтрует Добавляет Воду То есть Постоянно Водичка Так Обновляется Ну Потихонечку Супер Сейчас Перекушу Ребят Лягу Чуть Отдохну Потом Надо Мотор Ой Там Подсобрать Посмотреть Что там Как Завтра Наверное Под мотором А может Не знаю Может Вечером Съездить Надо Покатать Его Хотя Вы Там Часочка Ну Посмотрим Ладно Братцы Завтра Будет Новый День Будет Новая Рыбалка Так что До связи Спасибо Всем Кто Смотрел Скоро Увидимся Пока Пока